Ну что же, здравствуйте, дорогие друзья! Я тот самый сисястый парень, который снимает на тему фитнеса, медицины и психологии. И сейчас я буду отвечать в такой вот домашней обстановке на ваши вопросы в комментариях. Ну, в общем-то, раз я и буду разговаривать с самыми моими такими близкими подписчиками, вот решил сделать для вас такой вот домашний видос. Чего стесняться? Да и тратить время на все эти одевания, переодевания сегодня неохота. А выпуск я вам обещал. Как я говорил, у меня болел глазик, у меня, в общем-то, поэтому меня давно не было. Я в край обленился, поэтому я сегодня в халате. Короче, не удивляйтесь, вот так. Я сегодня буду в халате. Так, кому понравится такой вот выпуск, в общем-то, неформальный, пишите внизу в комментариях, как вам такая тема, чтобы я, в общем-то, в обычной такой обстановке, неформальной, да, отвечал на ваши вопросы. Ладно, поехали. Я буду ехать сверху вниз и спускаться от самого, в общем-то, свежего комментария сначала к самому старому. А потом мы пройдемся по каким-то дремучим лесам. Я просто поковыряю, может быть, даже те комментарии, на которые я отвечал. Но делал это не полно, да. Елена Лена пишет. Да, так и есть. И если для себя или Шуга Шоу будет тратить это в тему психология, деньги нарцисса, комментарий. Значит, а если дать на что-то жене, сколько будешь покупать, это дорого и все такое. Если покупает жене подарок на день рождения, например, только такой, чтобы она потом могла всем показать. Смотрите, какой муж такой подарок подарил. И это видео, а, и это видно, что старался не для жены, а для собственной самооценки, говорит нам Елена, Елена. Уважаемая Елена, Елена, действительно так, действительно так, это вот живой пример про нарциссизм вы приводите. Поэтому, соответственно, ну, здесь ничего нового, но такие ваши комментарии, я считаю, они очень важны на канале. Как для меня, я могу этот пример, вот, допустим, сейчас озвучил, возможно, кто-то увидит, кто недавно смотрит мой канал и как бы въедет в эту тему, да, лучше. И, соответственно, ну, вообще в целом люди могут прочитать внизу это. Поэтому, если у вас есть вообще по любой теме какие-то свои примеры, жизненный опыт, не бойтесь написать это, поделиться с другими. Потому что в свое время, когда я начинал изучать любую информацию, вот именно до кринологии, до психологии, сложно, вот, когда интернет был менее развит, было найти какие-то примеры живые, да, чтобы люди что-то написали, как они лечились, как они учились, как они там встречали какие-то психотипы. И, блин, приходится все на своих ошибках учить. Если кто-то может поделиться, я считаю, это большое благо, в этом есть одна из фишек Ютуба, поэтому не стесняйтесь писать в комментариях. Вот какую-нибудь гадость, всякие там тролли, они не стесняются написать, да. А, соответственно, нормальные люди, пережившие достойный опыт, ну, достойный в том плане, что они вот, понимаете, не просто его пережили, да, и человек говорит, к примеру, ой, все мужчины-козлы, как часто приходится читать в комментариях. Человек осознает, что она встретила конкретно человека с нарцистическим расстройством личности, и она, соответственно, помогает, да, описывает данную ситуацию и помогает, соответственно, другим людям с подобными случаями это осмыслить. И сама продолжает еще это осмыслять, потому что, как бы, смотрит мои видеоролики, да, потому что вот психология деньги, психология деньги нарцисса в видео, она оставила этот комментарий. Вот, ну да ладно, это мы заострили внимание. Тот, кто думает, что Эмотив способен смотреть Дом 2, тот ничего о них не знает. Ну, очень часто слышу такие голословные комментарии, дорогие друзья. Если вы хотите со мной поспорить, то, ну, в общем-то, вы видели, да, то есть, когда со мной начали люди спорить на тему нарциссизма, я выложил источники из ДСМ. Ваша очередь, если вы спорите, выкладывайте, если вы считаете, что это не так. Но, блин, вот я удивляюсь, то есть, уважаемая Юлия В., вот кто оставил так комментарий этот, ну, вы вдумайтесь, слово Эмотивный, Эмоциональный, от слова Эмоциональный. Это уже, вот понимаете, уже наводит на определенные мысли. Если бы речь шла просто о добрых людях, там, мы бы назвали добритивный вид какой-нибудь, добряк, не знаю, там, еще как-то. Да, большинство из них действительно добрые, отзывчивые люди, эмотивные являются, но, тем не менее, этот человек, речь все же о том, что у него ярко развитая эмоциональная сфера различная. И они любят ее раскручивать. Ну, я не поклонник, не фанат, да, Дома 2, я его помню таким, каким он был, ну, может, когда мне лет 10 было, когда у меня бабушка его смотрела. Вот, с ума сойти, он же 20 лет идет, эта передача. В общем, 20 лет назад, вот, подобная передача, там же были эмотивные моменты. А, я помню этот, когда, напишите мне в комментариях, вы помните, вот этот вот Дом 2 или Дом 1 он был, когда они строили еще все вместе, парами там сразу приезжали, жили. Вот, и я помню вот этот формат передачи, и, на мой взгляд, он вот для эмотивных хорошо подходит, потому что там волнами, там подавалась хорошая информация, подавалась плохая информация, кто-то подрался, потом все вместе помирились. И вот эта вот эмоциональность, подобные качели, эмотивы часто на нее ведутся. Блин, ну, может быть, я не знаю, там, файтинги сплошные, конечно, сейчас в Доме 2, потому что то, что я вижу в отрывках где-то там, случайно попадаю в Инстаграме, жесть какая-то, я не знаю, может, что-то другое, конечно, имеется в виду. Но в целом я вот озвучил, что эмотивные от слова эмоциональные. И, ну, я думаю, что вам в первую очередь следует изучить ДСМ, а потом уже, соответственно, как бы, ну, спорить со мной. Здравствуйте, спасибо за информацию. Есть вопрос. Мы расстались с парнем. Во всех общаться компаниях он говорил, когда я ужасная, толстая, тра-та-та. Хотя в начале отношений он был просто самым лучшим парнем. Никогда ничего не говорил мне про мое тело. Есть ли возможность через манипуляции вернуть отношения? Через манипуляции есть возможность вернуть всегда все, что угодно, дорогие друзья. Весь вопрос в том, что, ну, насколько вы в этом замотивированы, насколько вы готовы идти до конца. Да, то, что молодой человек подобным образом себя ведет, это говорит, что, ну, каким-либо образом вы задели его самооценку, то, что вы с ним расстались. Или для него самого эти расставания являются болезненными. Поэтому он какие-то гадости старается про вас говорить, да. Ну, в любом случае, когда человеку все равно, он даже не будет на этих вещах концентрироваться. Да, поэтому тут такой эффект детского садика, совершенно примитивные механизмы работают. Да, вернуть можно. Через манипуляции можно сделать вообще много различных вещей. И пример тому сериал «Карточный домик». Спасибо, пишет Екатерина. Екатерина, те, кто не знает, это моя постоянная подписчица. Огромная ей, в общем-то, огромную признательность испытываю за столь большое количество комментариев. Екатерина, спасибо вам огромное. Пишет Екатерина, спасибо за видео. Знакомый нарцисс или психопат, фиг его знает, постоянно рассказывает про свои деньги, прям противоположные истории. И хотя его вообще никто не спрашивает, то ему скоро нечего будет кушать, он бедный, несчастный. А потом рассказывает, что у него одно колесо на машину стоит больше, чем вся зарплата. Для чего он это делает, непонятно. Лишь бы что-то сказать, чтобы в центре внимания. Ну да, то есть, возможно, здесь речь не о нарциссизме, а о истероидном типе личности, потому что у истероидов очень часто более несистемны, так скажем, вот эти вот их фантазии какие-то. В общем-то, и вообще сложно комментировать психотип, когда вы пишете там, понимаете, да любой комментарий. Даже если вы на, не знаю, там, на миллион символов напишите брошюру о каком-то человеке, это не будет даже дистанционно. Если мы будем через консультацию с вами общаться, все равно это будет несколько примерно рассуждать о типе личности человека. Поэтому точной мотивации не могу сказать, но 100% это какая-то истероидно-нарциссическая история. Вряд ли там шизоид, да, будет подобным образом себя вести. Психология манипуляций, капкан для нарциссов, комментарий, он другую сразу находит. Анна Лысенко написала. Анна, в общем-то, я думаю, что вам нужно то, что там нарцисс, находит другую, невозможно им манипулировать, все пропало, тра-та-та. Понимаете, вот есть люди, кто садится на машину и едет. И они не испытывают никаких затруднений в этом. У меня была бывшая девушка, она научилась ездить на механике. Мы сели как-то с ней за автомат, и в нее случилась истерика. Не в смысле она была истеричкой, далеко нет. Она вообще очень сильный, волевой, интеллектуальный человек. И несмотря на это, в нее случилась истерика. И она, соответственно, запаниковала, расплакалась, просто человеку стало плохо. То есть эмоционально она не выдержала этого. И почему она это, да, сделала? Потому что, соответственно, несмотря на то, что она даже знала, как управлять машиной, она не справилась со своими эмоциями, со страхом, со страхом какого-то, да, вот этого вот фиаско, что там она не сможет поехать и так далее. Примерно это похоже на то, что вы получили кучу негативного опыта с нарциссом. И сейчас просто боитесь с ним взаимодействовать, боитесь делать какие-то манипуляции, шаги для достижения какой-то собственной цели. Ну, может быть, оно и к лучшему, вы просто с человеком расстанетесь, да, и он вас не будет больше беспокоить, как-то это переживете. Но в целом есть только один вариант, когда все плохо. Это когда вы документами влезли к нарциссу, да, то есть когда вы чем-то зависите документально, финансово, еще что-то там, он является каким-то там огромным, да, чиновником нереальным, который может вас преследовать. Да, это плохо. А когда нарцисс такой вяленький, вы, по крайней мере, с ним на равных, ладно, они такие все стрёмные на самом деле. Чистые, по крайней мере, нарциссы, вот, без примесей, ну, не очень слабые люди, ну, честно. Они даже вот не выдерживают, если это уже яркий нарциссизм такой, они не выдерживают долгое эмоциональное напряжение. Вот, чистые нарциссы. Просто другое дело, что они все с примесью и попадаются такие сильные, бывают достаточно соперники личности. Ну, это редкость, как бы тоже, ну, в основном что-то среднее. Свои деньги не считает, комментарии, психология, деньги нарцисса. Алена, Аленушка, свои деньги не считает, если для себя ваши посчитает, если они для вас. Ага, ну, тут ничего комментировать не нужно. Людмила Хоменко пишет, Сергей, вы супер, новый формат видео, очень точные зарисовки. Браво, супер, психолог. Спасибо огромное, на самом деле, мне очень приятно, что вы даете обратку. Вообще, многие мне нравились вставки из фильмов, я их убирал. Сейчас решил вернуть, очень рад, что вам понравилось. Мне тоже кажется, что так понятнее. Мне кажется, что вы путаете эмоции и чувства. Любовь это не эмоция все-таки. А что это? Ну, вы знаете, вы тут, не знаю, как прочитать этот ник, и Иренку, и Иришка, не знаю, что-то красное на заставке, какая-то, не знаю, что-то из древних каких-то портретов, нарисованных древним человеком. Дорогая Иришка, Иринка, не знаю, мне кажется, что вы путаете эмоции и чувства. Любовь это не эмоции все-таки. А что это, если это не эмоции? Понимаете, механизм очень простой. В общем, у вас есть мозг. Вот на какого-то человека, ввиду каких-либо обстоятельств и взаимоотношений, он вас там, не знаю, ухаживал за вами, добивался вас и так далее, мозг, соответственно, в мозгу есть такой участок, там, амельгала, амельгама, там по-разному произносят. Вот. И это тело отвечает за дофаминовую систему. Вот. И все эти системы вознаграждений, ну, там не только дофамин, там, в общем, и окситоцины, и вот это вот все. Кому интересно, смотрите видео про окситоцин. Вот. Любовь и окситоцин очень связанные вещи. Вот. И все это называется также эмоциональной сферой. Так что, с точки зрения науки, любовь это эмоции. Блин, я вот не знаю, даже вот википедию зайдем, если сейчас там это чувство высокой привязанности. Это чувство, блин, эмоции. Мне кажется, вы путаете эмоции и чувства, вы путаете эмоции и чувства. Это одна херня, ну, на самом деле. О чем мы говорим вообще? Вы в философию решили податься? Я снимаю научный канал. Научный. Я вам и так выжимаю эту информацию, ну, максимально. Любовь равно эмоциональная сфера. Эмоциональную сферу контролируют гормоны, гормоны выбрасывает мозг. Точка. Чего вы тут мудроствуете? Вот понимаете, не надо шизоидность здесь какую-то развивать. Да, давайте коротко, как эпилептоиды. Все коротко, по факту, с научной точки зрения, еще и источник приложите. Не надо вот этого вот всего ненаучного. Спасибо за то, что делитесь с нами такой же важной информацией казна. Прошу прощения, если неправильно произнесу. Казна Абдиева. Уважаемая казна, я тоже вам очень признателен за то, что вы смотрите. Прошу продолжать и дальше выпуски про нарциссов. Ведь благодаря вам и другим источникам я поняла, что мои родители самые не на есть настоящие нарциссы. И скорее всего, они действительно уже очень давно болеют нарциссическим расстройством личности. Мне было бы очень полезно узнать о них намного больше, ведь за все эти годы я так и не узнала своих родителей. Они просто игнорировали меня с самого моего рождения. Ставлю большой пальчик вверх, лайк, потому что таких случаев очень много у людей, когда родители являются нарциссами. Что я могу сказать? Ну, дорогие друзья, я вам тоже очень признателен, что вы смотрите. Я не могу сделать канал из одного нарцисса. Кому нравится эта тема, очень много видео и так я снял. Я замечаю, знаете, что есть люди, которые мне пишут подобные комментарии, где-то я писал и отвечал на них, вы пишите, хотим больше нарциссов смотреть. Но на самом деле вы не потрудились залезть в плейлист психологии, пролистайте его. Там безумное количество видео о нарциссах, которые вы не видели. И вы задаете вопросы там про нарциссов, многие пишут, Сергей, а как это, а как то. Я отсылаю вам просто видео иногда в ответ на банальные ваши вопросы. Потому что, понимаете, я не просто снимаю видосы из разряда «я проснулся и начал снимать видео». Какая тема изначальная, по крайней мере, была полгода назад. Вы знаете, что уже 5 лет существует мой видеоблог, но он существовал, как бы я там снял какое-то количество видео таких начальных и все. Потом, год назад, я взялся за свой видеоблог по-новому. И я составил план семантического древа. И я писал туда те темы и рубрики, которые вас посвящали бы в какие-то термины изначальные, которые я хотел бы озвучить, чтобы мы как бы сразу могли говорить, используя одинаковую терминологию, так скажем, на равных. То есть, какие-то, может быть, приколюшки даже про тех же нарциссов выбрасывать и так далее. То есть, такие вот лайфхаки, а потом с помощью них уже таким вот нашим мы сейчас объединились. Нас уже там больше пяти тысяч. И, понимаете, мы можем коллективным разумом уже рожать какие-то фишулины наши. То есть, вы мне что-то пишете такое уже более такое сложное. Даже, ну, шутейки какие-то, может, мы до них еще дойдем. И, соответственно, вся инфа, если что-то вы увидели и недопоняли, оно, как правило, вот в 99% случаях эта инфа есть на канале об этом. По крайней мере, в психологии 100%. Если в медицине еще семантическое древо, я где-то что-то подснимаю, чтобы потом начать говорить на более сложные темы, то, соответственно, в психологии все уже раскрыто. Основной базис, который я хотел вам дать, чтобы мы неслись дальше, опять же, в плане прикладной психологии. Так, так, все так и есть. Привет, классное видео. Мне хотелось бы, чтобы ты заснял что-нибудь прикольное и необычное. Сними, пожалуйста, разбор личностей на зарубежных рэп-исполнителей. АСАП, Рокки или Рокси, не знаю. Очень интересно будет узнать, какой он человек. Как вам сказать? Вот ставлю лайк, напишу, ответил. Значит, в чем суть? Не знаю, насколько, ну, это видео зайдут просмотры. Я сейчас стараюсь снимать видео, хотя бы, которое будет плюс-минус интересно моей аудитории, которая уже набилась. Если вы знаете этого АСАПа, Рокси, Рокки, не знаю. Венди Хоумбой написал или написал мне это сообщение. В общем, если есть, можешь продублировать название в комментариях. Пускай люди увидят, что это за исполнитель. Я хрен знает, кто это такой. Вот. И, соответственно, если будет интересно, я же не могу. Вот, понимаете, для меня подобные запросы хорошо про гору видео, да, характеризуются. Я не стал его удалять, потому что YouTube постоянно количество показов не урезает за то, что я видосы неудачные свои удаляю. Поэтому я перестал так делать. Вот. И, соответственно, отвратительное видео. Я к нему действительно не подготовился. Просто я интуитивно чувствую, что он такой нарцисс прям классический. Помимо того, что, ну, тех фактов, которые я привел. Ну, есть там этот вот такое вот. Плюс эти все артисты, вот, кто чистые, вот, понимаете, театральщики, вот, прочее. Среди них вот тоже очень много таких товарищей, которые являются, ну, нарциссическими, соответственно, личностями, да. Потому что, потому что они изначально истерики. А, как я говорил, истерики, они с нарциссами очень близко стоят. Ну, большая часть. Опять же, это я все обобщаю. То есть, не надо прям вот так меня, может быть, ругать сейчас за то, что Сергей, вы не правы, я вот знаю. Да знаю я это, конечно, все ультрировано. Интересно, а дискотеки и ночные клубы, Катерина, моя постоянная подписчица, пишет, дискотеки и ночные клубы, где играет классная музыка и светят красивые фонарики, все типы личностей любят. Нет, это опять же нарциссы приходят. То есть, ну, нужно думать, зачем. Блин, вот мне пишут и пишут. Давайте прервемся, дорогие друзья. Продолжение следует...